Всем привет! Вы на канале Агродвиж. Сегодня середина апреля и поговорим о заболеваниях томата, а именно серое гниль на растениях томата. В связи с погодными условиями и фазой развития растения, это довольно актуальное заболевание. Про серую гниль все все знают, но не всегда эффективно с ней справляются. Для начала серая гниль имеет латинское название. Это BOTRITIS CENERIA. В то время, когда учился на агронома, необходимо было выучить и запомнить это латинское название. BOTRITIS CENERIA. И именно сейчас, сегодня, впервые оно мне пригодилось. Серая гниль повреждает все растения, точку роста, листья, плоды, стебель. Самое страшное, когда повреждается стебель, так можно потерять все растение целиком, если будет повреждение возле корневой шейки. Молодые растения относительно устойчивы к серой гнилю, а растения, которые наливают первую, вторую кисть и подоносят, менее устойчивы к серой гнили. Вот это поворот! Серая гниль появляется на растении в виде небольшого светло-бурого пятна и в течение 5-6 дней разрастается до 4-6 сантиметров в длину. После того, как оно разрослось до 6 сантиметров, проходит 7-8 дней и это пятно покрывается серым налетом. Это означает, что все отлично, гриб себя хорошо чувствует и благополучно размножается на вашем участке, либо в вашей теплице. Данный гриб путают с некрозом сосудов. Так, при заболевании с серой гнилью тоже происходит некроз сосудов и коры в том месте, где появилось пятно серой гнили. Но нужно помнить, что когда на стволе появляется серая гниль, все, что находится выше пятна, погибает, а при некрозе сосудов погибает все растение. Серая гниль развивается при типичных условиях для большинства заболеваний. Это влажность выше 85% и температура ниже 15 градусов Цельсия. Эти условия благополучно влияют на развитие серой гнили и отрицательно влияют на развитие растений томата. И мы получаем, что развивается болезнь хорошо, а томат не может сопротивляться данному заболеванию. Совпадение? Не думаю. Также, если в теплице происходит капель, с пленки падают капли на растение, необходимо капли не высохнуть в течение двух часов. И это хватит для прорастания споры серой гнили. Меры борьбы с серой гнилью все знают, но не всегда это успешно, потому что вовремя мы не можем определить заражение серой гнилью. Зачастую путаем с фузариозным увяданием, либо с вертицелиозным, либо с некрозом сосудов. Почему с фузариозным? Когда у нас есть гриб серая гниль, нижние листья покрываются желтыми пятнами и часто называют это фузариозным увяданием. А это на самом деле серая гниль выделяет в растение токсины и растение отравилось уже продуктами жизнедеятельности серой гнили. И означает, что в течение двух-трех дней растение уже погибнет. Принимаем, что это фузариоз и проливаем в корневую систему фундазолом, либо тапсином. Впрочем, это уже совсем другая история. Самый главный и самый действующий способ борьбы с серой гнилью это удаление растительных осадков с теплицы. Когда мы закончили культуру оборот, обычно серую гниль уже не видно и забываем провести профилактическую обработку. А это самый действенный способ. Он снижает порог заболевания на 90%. Мы обрываем ствол растения на высоте 15 сантиметров и выносим все с теплицы. Обрабатываем теплицу, обеззараживаем и потом только выносим корневую систему. Это необходимо сделать в такой последовательности, потому что если мы сразу вырвем корневую систему, то мы слоем почвы, накроем споры, которые находятся на поверхности почвы. Если серая гниль появилась локально, выброчно на некоторых растениях, можно сделать следующий момент. Необходимо приготовить пасту. На 1 литр воды добавить 4 грамма препарата Тапсин М либо Равраль и довести эту жидкость до пастообразного состояния с помощью мела. Добавляем мел в раствор. Довели до пастообразного состояния и добавили 20 грамм на этот объем клея КМЦ. И этой пастой смазываем места, где появляется серая гниль. Если у нас пятно 4 сантиметра, необходимо обмазать 8 сантиметров. То есть с каждого края еще перекрыть по 2 сантиметра, чтобы дальше гриб не разрастался. Также можно еще проводить обработку гуматом натрия. Растения, которые обработали гуматом натрия, болеют на 48% меньше серой гнилью. Обработка биопрепаратами Тихадермин и Бактофит сдерживает появление серой гнили. И самый действенный способ против серой гнили это химическая обработка растений препаратами Равраль, Свич и Тапсин. В порядке эффективности расположены данные химические препараты. Самое эффективное в борьбе с серой гнилью это комплекс всех мероприятий. Это правильные климатические условия в теплице. Первое. Это растения, которые устойчивы к заболеванию гибриды и сорта. Химические средства защиты и правильное питание растений. И именно поэтому в сетении пятой кисти, когда растения испытывают сильный стресс, я буду проводить обработку растений препаратами, в которых есть НПК-2020-2020, при использовании какого-либо стимулятора на основе аминокислот, либо гормонов роста, цитокинина и ауксинов. Буду проводить опрыскивание в теплице разными препаратами разных фирм и сравнивать. Это будет следующее видео. Кому понравилось это видео, поставьте лайк, поделитесь с друзьями, подписывайтесь на мой канал. И ждите следующее видео, у нас будет сравнение разных удобрений к фазе цветения пятой кисти. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok